Понятие определенного интеграла На прошлом уроке вы познакомились с понятием неопределенного интеграла. Вспомним, что если функция у равно f малой от х имеет на промежутке х большое первообразную у равно f большой от х, то множество функций вида у равно f большой от х плюс c называют неопределенным интегралом от функции у равно f малой от х и обозначают неопределенный интеграл f от х dx. Рассмотрим функцию у равно f малой от х, непрерывную на отрезке от а до b. Разобьем данный отрезок на n равных частей. Составим сумму. Найдем предел данной суммы при n, стремящемся к бесконечности. При указанных условиях этот предел существует, его называют определенным интегралом от функции у равно f малой от х по отрезку от а до b и обозначают так. Читается как интеграл от а до b от х dx. Числа а и b называются верхним и нижним пределами интегрирования. Рассмотрим задачи, связанные с понятием определенного интеграла. Задача первая. В декартовой системе координат Оху дана фигура, ограниченная осью х, прямыми х равно а, х равно b, где а меньше b, и графиком непрерывной и неотрицательной на отрезке Аb функции у равно f малой от х. Назовем данную фигуру криволинейной трапецией. Найти площадь криволинейной трапеции. Решение. Первое. Разобьем отрезок Аb, основание криволинейной трапеции, на n равных частей с помощью точек x1, x2 и т.д. xn-1. Второе. Проведем соответствующие ординаты. Трапеция разбивается на n узеньких столбиков. Третье. Рассмотрим отдельно каждый столбик, то есть криволинейную трапецию, в основании которой отрезок xkT и xkT плюс 1, и заменим его прямоугольником с тем же основанием и высотой, равной f от xkT. Четвертое. Площадь прямоугольника равна произведению высоты f от xkT на основании ΔxkT, где ΔxkT – длина отрезка xkT и xkT плюс 1. Пятое. Аналогично можно найти площадь каждого столбика. Таким образом, площадь S криволинейной трапеции приближенно равна площади Sn, площади ступенчатой фигуры, составленной из n прямоугольников. Эта площадь равна следующему выражению. Будем считать, что а равно x0, b равно xn, Δx0 – длина отрезка x0 и x1, Δx1 – длина отрезка x1 и x2 и т.д. Тогда S приближенно равно Sn, причем равенство тем точнее, чем больше n. Принято считать, что искомая площадь – это предел последовательности Sn при n стремящемся к бесконечности. По определению определенного интеграла запишем S равно интеграл от a до b f от x dx. S – площадь криволинейной трапеции. В этом заключается геометрический смысл определенного интеграла. Задача вторая. Дан прямолинейный неоднородный стержень. Плотность в точке x вычисляется по формуле ρ равно ρ от x. Найти массу стержня. Решение. Первое. Из курса физики известно, что масса тела равна произведению плотности на объем. Если речь идет о плоской пластине, то вместо объема берут площадь. Если речь идет о прямолинейном стержне, то вместо объема берут длину. Разобьем отрезок a, b на n равных частей. Второе. Рассмотрим катый участок отрезка xк, xк плюс 1. Будем считать, что плотность во всех точках этого участка постоянно, как, например, в точке xк. Итак, ρ равно ρ от xк. Третье. Найдем приближенное значение массы mк т катого участка. mк т приближенно равно произведению p от xк т на δxк т, где δxк т длина отрезка xк т и xк т плюс 1. Четвертое. Найдем приближенное значение массы стержня. Оно равно сумме масс каждого катого участка. m приблизительно равно sn, где sn равно сумме m нулевое плюс m первое плюс m второе плюс и так далее плюс mк т плюс и так далее плюс mn-1 равно ρ от x нулевое умноженное на δx нулевое плюс ρ от x первое умноженное на δx первое плюс и так далее плюс ρ от xn-1 умноженное на δxn-1. Пятое. Точное значение массы стержня можно вычислить как предел этой суммы. По определению определенного интеграла запишем m равно интеграл от a до b p от x dx. В этом заключается физический смысл определенного интеграла. Задача третья. По прямой движется материальная точка. Зависимость скорости от времени выражается формулой v равно v от t. Пусть v от t больше нуля. Найти перемещение точки за промежуток времени a, b. Решение. Первое. Данная задача решается аналогично предыдущим. Найдите приближенное значение перемещения s самостоятельно. Второе. Точное значение перемещения вычисляется как предел суммы s n. Третье. Таким образом, перемещение s малой точки, движущейся по прямой, со скоростью v равной v от t за промежуток времени от t нулевое равное a до t равное b по определению определенного интеграла вычисляется по формуле s равно интеграл от a до b v от t dt. В этом заключается еще один физический смысл определенного интеграла. Разберем задачу, применяя полученные знания. Точка движется прямолинейно. Ее скорость выражается формулой v равно 1 плюс 2t. Найти закон движения, если известно, что в момент времени t равно 2, координата точки равнялась 5. Решение. Первое. Применим физический смысл интеграла и вычислим интеграл от v равно 1 плюс 2t. Разобьем интеграл суммы на сумму интегралов и вычислим их раздельно с помощью таблицы интегралов. Таким образом, закон движения s равен t плюс t в квадрате плюс c. Осталось найти c. Второе. По условию, в момент времени t равно 2, координата точки равнялась 5. В данное уравнение вместо s подставим 5, вместо t подставим 2. Решая полученное уравнение, находим, что c равно минус 1. Третье. Закон движения запишем в виде s равно t плюс t в квадрате минус 1. 2. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...